Приветствую вас! Вы знаете, я прочитал ваш вопрос, прочитал ваше дополнение. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы сильный, целеустремленный человек, многого в жизни добившись самостоятельно, и что вы умеете решать и находить выходы. То есть вполне возможно, что вы просто не готовы принять неудачу, не готовы принять то, что что-то пойдет не так. Я имею ввиду. То есть, во-первых, поверив человеку, которому не стоило верить, вы проявили слабость, но эта слабость естественная и она должна иметь место быть. То есть, эта слабость нормальна. Понятно. Да? Надеюсь, о чем будет речь. Слабость, которую вы совершили, нормальна. Дальше. Значит, эта ситуация наглядно показывает, что вам нужно быть не только сильной, целеустремленной и так далее, и так далее, и так далее. А нужно еще, нужно еще, ну, например, скажем так, ну нечего уметь быть слабой. Вот. Понимаете? Такая история. Поэтому, поэтому, я думаю, что вам нужно учиться быть слабой. Как раз таки. Для того, чтобы, ну вот, у вас все было относительно неплохо. Вот. То есть, возможно, больше доверять людям, возможно, выбрать, а почему вы такой стали? И за чего, по какой причине вы такой стали? Что за компенсаторный механизм сделал вас таким целеустремленным, сильным человеком? Что для вас означает доверие? Насколько вы признаете, принимаете точнее, принимаете себя? Дальше. Так, я не могу украсить самостоятельно, это меня убивает. Правильно, да? Вы все привыкли, что все зависит от себя, от вас тут. Все зависит от вас. Это жизненный сценарий. Будьте сильным. Можете почитать о нем в интернете. Вот. От этого сценария нужно отказаться. Ну, то есть, не отказаться, а постепенно, постепенно его корректировать. Дальше. Я знаю, что нужно делать, но я не могу человека заставить, смотивировать их на видео все, чтобы решить. А он должен? Он должен все это делать? Знаете? То есть, такое впечатление, что вы считаете, что другой человек такой же, как вы. Это не так. Главное не принять себя до конца, вместе со своими слабостями, а не только в свои сильные стороны. И принять другого человека. Вместе с его слабостями и с его индивидуальными особенностями. И тогда вы сможете вдохнуть свободнее. Далее. И вменить отношения к неудачным. Это то, что необходимо для вас. Вот. изменить отношения к, там, ну, например, к проигрышам, да, вот, к чему, ну, к таким вещам. Вот. Это тоже то, что нужно, то, что нужно вам сделать. Вот. Понятно, да? И далее, значит, изменив отношения к ошибкам, да, к своим неудачам, вам нужно отказаться, ну, по возможности, конечно. То есть понятно, что это происходит. Ага. Значит, ну, не сразу, да, это происходит не сразу. А, наверное. Не связывать, не связывать. То, что касается вас, то есть не связывает себя с, там, например, ну, ошибками. Это зависит не только от вас. Ошибки. Ошибки зависят не только от вас. Ну и вот, значит, других людей и от реальности и так далее. Понимаете? И вот это, что-то вам, значит, то тоже лучше всего, лучше всего для себя принять. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Понятно, что это только цель, да? Ага. Понятно, что это столько, ну, это только такие, знаете, наброски идут. Это, это понятно. Это понятно. Понятно. Вот. 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 Тем не менее, это необходимо. Вот. необходимость, чтобы вы изменили свое представление о своей жизни, да? что еще важно. Поменяли свое восприятие. Вот. И немножко, по-другому стали смотреть на ситуацию. Вот. Вот. Которая вот сейчас, сейчас имеет место быть. Вот. Я думаю так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте, надеюсь, что это было полезно вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, я буду рад вам ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...